А меня вот интересует происхождение, вас сто раз спрашивали про джиган, вы рассказывали, откуда джиган. То, чего при вас там нету. Да, но это есть на вашем сайте, что вот откуда джиган вы рассказывали, потому что вы принесли. Ну вы, у нас уже миллионная аудитория. Я знаю, что вас 54 раз спрашивали, еще раз расскажите. Дело в том, что у нас была своя компания в Одессе, мы собирались, это первое... Собирались где, на пляже? На пляже, да. Это первая наша, можно сказать, такая культурная компания, которая именно вот увлеклась культурой хип-хопа, да. И мы приходили на пляж, делились музыкой, я принес к кассету, альбом ICT. ICT такой был рэпер, есть он, уже взрослый мужчина. Вот, его альбом назывался OG, Original Gangster. И просто вот я у всех стал ассоциироваться в G, OG с этой кассетой. То есть OG, ну я такой был хулиганистый, всегда на спорте, ну, гейнгстер, хулиган, там, можно еще к этому, да. И вот G привязалась ко мне. А при этом я носил пистолет с собой. Ну так, то есть у вас был ствол. Да, у меня был газовый пистолет. Да, газовый пистолет у меня был. А, газовый. Ну, не будем, не совсем он зарегистрированный был, но не важно. А как вы, кстати, относитесь, сейчас мы чуть-чуть в сторону, уйдем на родину вашего жанра. Сейчас вот в Америке будут лоббировать закон о запрете продажи. Как вы вообще относитесь в контексте России, ну или Украины, вообще всего нашего русскоязычного пространства? По поводу оружия? Да, по поводу оружия. Надо его продавать или нет? Я считаю, что травматическое оружие нужно продавать, и нужно продавать его очень с большим контролем, то есть, но нужно. За все в мое существование, вообще вот, ношение моего оружия, у меня был потом и травматический пистолет в Одессе я носил долгое время, я ни разу не пользовался им. То есть, ни разу. Ну, вам зачем? Вы же так можете разобраться. Ну, все равно, дело не в этом. Дело в том, что это может быть любая ситуация. Ты можешь идти по улице ночью, да, просто толпа каких-то пьяных, не дай бог, да, просто там с бутылкой по голове тебе дадут и... Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30. На телеканале Москва-24.